Вот я хотел просто, я поделил на такой вот уличный диалог, который можно найти и встретить в городе, поделил на три таких основных блока. Один из первых таких, наверное, начальных базовых блоков – это «Война стиля», который, наверное, знаком участникам граффити сообщества, который, в общем-то, основывается прежде всего на том, что, ну, возможно, перекрывать друг друга на каких-то таких местах, как холофеймы, которые условно разрешены для рисования, либо перекрываются работы, если, там, что-то перешел дорогу, там, не знаю, ну, там, прислушный на своей территории, там, не знаю, еще какие-то, ну, то есть какие-то личные вопросы решаются, то есть перечеркивается, там, тег, пишется, там, что он то или еще как-то. В общем, обозначается, так или иначе, реакция или отношение к этому человеку или группе. И просто наиболее хорошо иллюстрируют, наверное, вот эти две картинки. Этот процесс – это работа граффти-райзера «Син» из 83-го года. Это скриншот из фильма «Краслайна стилей». И справа он перечеркивается таким вот, ну, слева, если вы видите, такая аккуратная, красочная работа в стиле «Вайлд стайл», ну, это граффити-райтинг. Вот, а справа – это уже такой вот грязный и такой, можно сказать, неаккуратный бомбинг, который вообще сделается в одну линию, в другом абсолютно стиле, только для того, чтобы испортить работу. И просто в качестве такого введения я хочу показать небольшой отрывок видео, которое вот иллюстрирует как раз отношение такого диалога на уровне войны стилей. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 как-то в какую-то свою мораль вписать. И вот он всячески как-то визуально это иногда оформляет, то есть делает какие-то смолские, связывает с какими-то другими комментариями. Это тоже одна из его работы, не знаю, тут видно или нет. Мне кажется, я ему как-то помогал немного даже с ней. Это какой-то халафейн, который он нашел. Он просто его обвел пунктированием, написал, что это 15 минут славы. Но если кто не знает халафейн, то в общем-то как-то зал славы переводится. Зал славы – это как зал славы для граффити, для граффити, когда ты можешь, когда находится в нем очень много различных какие-то граффити. И он просто обозначил это дополнительно каким-то образом и русифицировал, что ли. Один из таких международных, наверное, ярких и громких диалогов произошел между Робо и Бэнкси. Может быть, вы знаете про эту историю, может быть, нет. Это, кажется, с 2009 по 2011-2012 год происходило. И Робо – это один из британских граффити-райтеров 80-х годов, который, в общем-то, одна из его работ начал путываться тегами, и Бэнкси просто решил ее использовать в качестве элемента своей работы. И он, в общем-то, дорисовал вот третий катер справа, где там человек, который закрашивает это. После этого Робо вступил с ним в такой информальный диалог, что ли, добавил к этому. Добавил опять свой кусок. После этого кто-то подписал Фаппин Робо, а потом… Ну, в общем, это так, в общем, вылилось в то, что вот просто на черном, нарисованном мелом. И потом эта история закончилась тем, что сам Робо, кажется, заболел, и поэтому диалог мне точно не случился. Вот. А второй блок, который, кроме военной стиле, вот его же только работа над ошибками, это вот такая тоже часто повседневная практика. Практика, когда ты фонируешь по городу и наблюдаешь какие-то вещи, которые тебе хочется исправить. Я по себе знаю, что действительно как-то много. Это не только какая-то инфраструктура городская, не только какие-то полезные вещи, но и просто какие-то надписи, которые там вывески, которые думаешь, ну вот можно заменить одну букву, и вот здесь она. Вот. Ну, в общем-то, некоторые художники действительно это делают. Ну, делают это как не серьезный проект, а больше, скорее, как вот эта повседневная практика. Вот Тима Радио, у него есть такая серия улучшений на районе, где он добавляет разные такие буковки. Ну, и не только. Он работает еще с рекламными носителями. Наверное, тоже можно считать некоторым роде диалогом. где вот он одевает. Ну, здесь он тоже как-то... Ну, у него есть разные, но, в общем, здесь работает больше с одеждой. Получилось, что случайно какая-то подборка. Это одна из моих любимых трансформаций его рекламных носителей, которые, в общем-то, он просто трансформировал в такие скворечки. Французский художник Зеван, у него есть отдельная работа, которая также называется работа над ошибками. Он брал различные уличные надписи, которые находил в городе, и, собственно, пунктуацию пытался там исправить, трафографию, еще что-то. Мне кажется, там даже есть у него блоги и фотографии татуировок. Вот тоже как один из разновидностей диалогов, как мне кажется, но, правда, без дальнейшей какой-то, наверное, отдачи. Хотя нет, вот американский художник Бреттауни, он прожил в Берлине, в городе, и все теги и сами куски он выложил мозаикой. То есть, таким образом, это, в общем-то, такой, наверное, способ монументализации, что ли, такого очень временного явления, как граффити, который, в общем-то, часто закрашивается и стирается, а он его, в общем-то, монументализировал. И, как он мне потом еще рассказывал, что один из граффити-должников к нему обратился потом, «Можешь ли ты мой?», хотя он не написал еще. То есть, в общем-то, это тоже такой, в некоторой степени, как бы, диалог, он случился уже пост. Ну, вот, не знаю, тоже, наверное, это одна из разновидностей диалога. Это наш совместный с ним проект, с Брэдом. Мы его делали с 2013 по 2015, вот как раз покажем на выставке, про которую Альбина говорила. Если все хорошо получится, мы найдем диапроектор там и все это делаем. Ну, в общем, да, здесь идея заключалась в том, что я находил объект в первом ряду, самый левый. В Москве, например, здесь один пример только представлен, табличка, их там десять. Убирал ее, демонтировал, отправлял ему в Америку. Он находил похожий, например, внизу какую-то табличку другую, ее убирал, ставил на место мою из Москвы, присылал мне обратно на американскую, а я ее возвращал на место российской. Получился, в общем, такой обмен этими объектами, и они, в общем-то, меняли какой-то свой контекст, иногда меняли свой какой-то смысл, потому что, например, моя табличка здесь – это въезд, а там у него приватная территория, то есть, как бы, немножко разные смыслы. Ну, в общем-то, тоже в какой-то степени такой диалог, и, ну, интересно, что некоторые из табличек или из каких-то объектов, они снимались сразу, но там многие вообще висели месяцами, и люди просто не обращали внимания на то, что это какие-то там английские муки. Ну, настолько это уже, наверное, стало каким-то таким привычным моментом, использованием какой-то латиницы, что у нас, в общем-то, в Москве как-то это не очень происходило. Вот, и, ну, какой-то диалог на монументальном уровне сейчас происходит в Москве, конкретно, может быть, даже в Петербурге, но я пока ничего не слышал про это, и, ну, происходит много оформлений фасадов, наверное, знаете, слева это вот пример того, что оформилось в рамках программы «Лучший город Земли», а справа это вот такой рекламный фасад, аэрофлота и разные какие-то патриотические росписи. И сейчас происходит закрашивание, это вот один и тот же дом, здесь фотографии разных сезонов сниманы. Вот, и он, ну, сейчас этот фасад, который был в «Лучшем городе Лизи» сделал, он перекрашен, и на месте него появилась такая реклама, в общем. Ну, не знаю, насколько это вообще диалог, или это, может быть, просто такое проявление какой-то авторитаризма или такого, но мне показалось интересно это указать. Я не то чтобы как бы осуждаю кого-то, ну, одну из сторон, мне не нравится ни тот, ни другой фасад, вот, и я, в общем-то, против любых фасадов, но в любом случае, ну, как бы, вот, диалог интересный, и интересно, что потом будет происходить. Ну, мне так кажется, что постепенно все эти фасады, которые представляют, как бы представляют себя такую сценность, они, наверное, подменятся какими-то рекламными, потому что, в общем-то, место уже такое, ну, как бы, оно привлекло к себе, и, в общем-то, располагается как размещение чего-то такого. Кажется, в Петербурге была история со словом «Спасибо». Спасибо. Буквы в разных городах на день рождения Путин. А, ну да, так это в нескольких городах. И здесь делали, насколько я слышал, несогласованность. Да? Поэтому её закрасили в какой-то момент. Ты с муниципалом закрасили? Ну, видимо, да, я вообще не в Петербурге живу, поэтому какие-то из интернета вещи узнаёбы. Ну, это на будном канале. В общем, там слово «Память», по-моему, было, его закрасили, поэтому слово «Спасибо», как бы, как бы, исчезло. Что осталось с Осина? Не знаю, ну, может быть, ещё какие-то закрашенные, на самом деле. В Москве я ходил зимой, я фотографировал. У меня есть фотография в Москве, там такая ракетница огромная. И какая буква уже даже не помню, помню, ракетница. Выглядит ужасающе как-то, ещё во дворе, в каком-то обычном, то есть такой непроходной, не знаю. Вот. Ну, вообще, много сейчас происходит. Такая отдельная тема для обсуждения, во что это всё вылится, насколько это такая монументальная живопись, долго задержится или нет, а вообще, насколько она имеет ценность, не знаю, нет смысла это обсуждать. Просто хотел показать вот этот диалог. Ещё вот этот мне понравился. Он мне нравится больше, чем предыдущий, потому что, ну, это тоже сделано в рамках фестиваля. Сделал художник медной, кажется. Этот фасад в Москве и сделан на Цветном бульваре рядом с зоопарком. И, значит, тут первая была реакция кто-то, какие-то активисты, видимо, потому что, судя по дизайну букв, по почерку, не профессионалы делали. Там написано «За цирк без животных». Вот они, ну, перекрыли. Мне понравилось это что-то. А позднее, просто уже «Зачем» появилось. Ну, «Зачем» вот такой как-то общий, такой всеобимущий вопрос или утверждение. Вот. Ну, в общем-то, ну, такая реакция мне, в принципе, нравится на такие монументальные работы. Сейчас там еще, я не стал это вставлять, но тоже, может быть, вы слышали о таком монументальной работе, как этот миксер с пираньями, который вызвал там какое-то возмущение общественности от того, что это какая-то непристойная работа, многие считают. Вот там даже инициировали какую-то петицию за её закрашивание и прочее. И сейчас там, ну, кто-то скоперировался и, в общем-то, суднотушители там как-то так побрызгали. Ну, это все выглядит, конечно, не очень убедительно. И, ну, в общем, начинается какой-то диалог, но мне какой-то диалог оказался не очень интересный. Это мне нравится больше. Вот. А еще больше вот это нравится, это, может быть, уже слышали, может быть, нет. Это, ну, есть художник Булу итальянский, он работает в таком монументальном стиле, в таком социальной работы обычно. Это, внизу, это две его, один из таких известных работ в Берлине. И сделаны они были в рамках какого-то фестиваля совместно с другим художником джиаром французским. И, ну, впоследствии они очень активно начали использоваться на какой-то сувенирной продукции. Вообще, сейчас Берлин как-то сильно джентрифицируется. И Булусом, как художник, придерживается, наверное, больше каких-то анархистских взглядов. Он там любит со сквотерами там всякими, то есть он оформляет часто, ну или не оформляет, рисует на сквотах. Поэтому, в общем-то, эти работы были созданы тогда, когда там находился один из тоже каких-то мощных поселений прямо около дома. Но вот впоследствии, в общем-то, эти поселения были расчищены, и там было первое, что какое-то жилье появилось элитное. И художник приехал, просто закрасил все черным для того, чтобы его работы не были использованы в такой капитализации, что ли, среды. Вот это очень такой ответственный жест такого муралиста, что, в общем-то, очень нетипично для современной стрит-арт-сцены, которые многие из художников, которые просто приездят по всем городам и, в общем-то, как-то шлепают свои работы везде, а потом они, в общем-то, вызывают какие-то процессы не очень, может быть, хорошие для некоторых людей. Третий блок, это вот я выделил его как бафинг, и это тоже был словно какой-то диалог и интересная форма, они зачастую возникают такими неосознанно. Это просто фотографии, которые я... Одни из фотографий, которые из моей какой-то коллекции давно фотографировал, так часто собираю. Вот мне нравятся просто какие-то, в общем, цветовые какие-то вещи, какие-то формы, как... Ну, в общем, это можно позиционировать как вообще отдельное направление в такой уличной активности, творчестве. И многие из художников, ну, так как активные процессы закрашивания, они вот в Москве происходят. И, ну, не только в Москве, вообще многие города. Поэтому многие начинают как-то с этими формами так же работать, что-то добавлять или как-то имитировать эти формы. Вот, например, это давний проект Миши Маста, он как раз и называется «Диалоги», который вот состоит из вот таких вот форм, он закрашивает. То есть он никого не закрашивает, он выступает здесь не как Кирилл, он не закрашивает других, он просто создает эти формы и смотрит, будет ли они закрашены. То есть он вступает, не знаю, пытается нащупать границу того, что он может закрасить, а что нет. Вот. Также вот эксперименты Саши Курмаза, интересный из Киева, он тоже в 2009 году. Он к бафам просто добавлял различные элементы из граффити, субкультуры. То есть, например, он вводил их и добавил какие-то звездочки. Т.е. типа вот баф с олтлайн и с звездочкой вроде как уже и не баф, а вроде как и граффити, но при этом все еще баф. В общем, в то время, я помню, в 2009-10, нет, в 2008-2009 год, это даже как-то обсуждалось, как ввести такой новый термин, как пост-бафинг. И, в общем-то, ну так это в своей среде какое-то такое было. Ну, Кирилл Кто, конечно, опять вообще сниму, он очень просто активен был какое-то время в плане бафа. Он перекрывал других. Но он здесь не вступал в какой-то, что ли, личный, личностный диалог. То есть, здесь это было построено не на вражде, как вот в ролике, который я показывал. Это просто было на такой вот повсеместном, повсеместном закрашивании просто всех. Потому что он считал, что граффити такое-то зло и вообще надо от него избавиться. Хотя здесь, конечно, вопрос такой, ну, спорный, мне кажется, что Кирилл долгое время как-то не мог, ну, может, до сих пор не может избавиться от своего такого граффити-бэкграунда, что ли, и хочет вроде как и тем, и тем быть. Ну, и, ну, пытается как-то, пытается сохранить, что ли, связь, наверное, со средой с граффити таким образом. Вообще он рассказывал, что как-то было, ну, он перекрашивает всех, а вообще это считается не очень хорошо. Я говорю, чувак, ты сколько можешь нас перекрашивать, там, мы тебе морду набьем. Он говорит, ну, напейте. Я говорю, ну, ты слишком долго рисуешь, мы не можем. То есть, да. То есть, здесь так получается, что его как бы статус и какое-то положение его и спасает только. Вот, ну, и вообще он много с бафами. Это вот так называемый инвертный баф. То есть, когда он закрашивал все и оставлял какие-то только элементы, которые он считал хорошими. Это вот такой уже стопроцентный инвертный баф, я бы сказал. То есть, здесь, это один из подтянутых переходов около метро Курской. Он был просто весь эстэган. И в какой-то момент, я тоже ему помогал с этой работой, кажется. И просто закрасили, выбрали несколько тэгов, только их обрамили в рамочку. Все, что в них не попадало, все было закрашено. И устроили вернисаж, распили шампанское в этом, в переходе. И пригласил местных таксистов, которые рядом бомбили. Вот, в общем, было такое вот открытие. Выставка получилась. У Владимира видео есть на видео? Если он не смотрит, его можно все прогуглить, то можно там этот фрагмент есть. Вот. Ну, другой такой более давний, наверное, пример – это Эспо, американский художник. Который, в общем-то, тоже похож, наверное, в чем-то с низшей мостом. Ну, как вот в своем подходе. Только он не просто создал какие-то формы, которые очень похожи на баф. Но он при этом старался выработать свой некий такой стиль, что ли, написание букв, которые были похожи на баф. Таким образом, он вроде как бы писал свое имя, то есть он делал граффити, но, при этом, оно не закрашивалось, потому что он вроде как баф. И такой другой пример не из, наверное, среды уличного искусства, а больше среды современного искусства. Это Саша Галкина, который очень часто работает с какими-то такими институциональными пространствами. И на улице тоже иногда. И у него давний проект «Жопа» был проект, наверное, или как я не знаю конкретно. Ну, в общем, смысл его был в том, что она писала сначала маленькое слово, его закрашивали, она писала чуть больше, еще больше, больше. И смотрела, как эта жопа будет разрастаться с помощью этих баф. Ну, такой, мне показалось, интересный пример. Вот. Ну, в общем, да, это три таких блока. Наверное, это больше такие какие-то, ну, уличные, живые примеры. Может быть, они, как раз, близки вам. И, ну, интересно, может быть, какие-то, если у вас есть уже какие-то комментарии, моменты, которые мы можем, ну, как-то интегрировать в наш диалог, который получается пока как монолог. Вот. И я готов, ну, то есть, может быть, не сейчас, да, вы слышали какие-то, может быть, у Дмитрия есть какие-то? Я скажу. То есть, что такое для финальной службы, соответственно, любой носунок на стене, да, то есть, это какое-то выпадение из нормы, а все должно быть чистенько, красивенько. И наибольший идеал это, конечно, желтые стены, разноцветно покрашенные зеленым, красным, желтым пореврики. Это вот лучший дворик, да, так он оценивается, да, но это тоже такая особая субкультура, которую тоже интересно наблюдать. Но я наблюдал, и, соответственно, любое выпадение из этого оценивается как вторжение, и должно непременно, как бы, закрашиваться, уничтожаться. Причем даже хорошие работы. Я из таких примеров могу вспомнить два, которые мне очень понравились, в которых как раз была вот эта диалога возведена до определенного такого уже художественного смысла. Первый я видел где-то в Песках, это в районе Красноармейских улиц. Ну, такой традиционный для пяти урока длинный Брандмау, метров десять, наверное, который примыкает к садику, поэтому там ничего не строят. К садикам есть не детскому садику, а к прогулочному садику, с какими-то горками и так далее, и так далее. И эта стена все время закрашивалась граффитчиками, разными рисунками. Потом как-то они договорились, и там даже были какие-то довольно хорошие, цельные работы, которые тянулась в трое весь леса. И вот в очередной раз, когда я там проходил, увидел, что ее сначала снова закрасили так тотально, вот именно по уровню роста, то, что называется, да. А потом, во весь, во все эти десять метров, вот таким очень красивым газмашистым шрифтом, в стиле вроде бы, да, теггинг граффити, на самом деле, в стиле сообщения, было написано, хуй-хуй-хуй-хуй, ну что, вы этого хотели? Да, вот, вот, собственно, да, такой прямой ответ, прямое обращение к оппоненту, да. Еще более изящный опыт я видел, это уже в районе, в районе Московского вокзала, тоже такая же история, тоже длинная стенка, которая все время покрывалась граффити. И видно уже тысячу раз, ну вот, как Игорь показывал, да, тысячу раз перекрыл что-то, перекрыл вот этими разными световыми как-то полями. Но художник подошел вообще изящно, извиня, я не видел финал, не знаю, чем это кончилось, как-то я потом там не проходил. А, собственно, художник разработал тег, которым он забил всю эту стенку, а тег был очень интересным. Тег состоял из трех букв, ЖСК. Да, ну и вот, мне было интересно, а он закрасит ЖСК саму себя, или что будет? Да, ну вот, как-то вот, финал я, к сожалению, не видел. А тег вот был написан, или он как трафарет был? Нет, нет, написан, написан именно в традиции тегов, именно с обводкой, со всеми делами. И просто вот вся стена забита. Ну и эта картинка у меня есть, я, как бы, не могу ее найти. А, покажем? Ну нет, у меня здесь, не здесь она, не здесь она. Я просто сейчас она не вспомнил, когда-то говорю. Вот, то, что касается вот этих вот перекрытий и уничтожений. На самом деле, это такая ведь очень интересная тоже идея, о которой вот чуть дальше я буду говорить. Которая связана с тем отношением к самому формату искусства. Естественно, каждый художник, с одной стороны, ведь страстно желает, чтобы его сообщение осталось в веках. То есть, нет такого. Я вот помню, для меня яркий пример. Я вот много занимался, скажем, медиа-артом. И когда там, я в очередной раз поехал на Документу. Это такой крупнейший фестиваль современного искусства. 97-й год. Тогда самое начало медиа-арта, да. И вдруг я вижу, что впервые появились работы, а до этого я участвовал в медиа-тусовках. Впервые появились там компьютеры и показывают медиа-работы в рамках визуальной выставки, да. Причем до этого я помню, что во всех этих разговорах все художники дико гордились. Я говорю, чуваки, все, теперь у нас интернет, теперь всех этих критиков, все это все нафиг. Он теперь непосредственно вот конкретно. Ну и понятно, что вот вы можете увидеть там прямое, вот приходи на страницу, смотри, моя работа, все. В общем, никому ничего нам не нужно. Но приятнее бы, чтобы этот компьютер стоял в музее. Без этого тоже никуда. То есть, вот это такой совсем соблазн. Но, вот что, какой опыт нам дает сейчас, в частности, стрит-арт-музей довольно интересный. Ведь понятно, что само название стрит-арт-музей, оно, в нем скрыта определенная провокационность, да. Потому что мы понимаем, что музей, это нечто такое, состоящее, по крайней мере, из двух частей, да. Это архив, в который мы собираем, да, и репрезентация. Ну и плюс научная работа. Вот три составляющих любого музея. Но вот проходит очередная выставка, и мы видим, что музейный предмет, причем, ценный музейный предмет, работа Исифа, закрашивается, да. Для, как бы, любого человека, который относится к музею с традиционных позиций, это ужасно человеческий. Как этот музей уничтожает собственную работу, которая хранится в его коллекции, да. Но, на самом деле, это еще раз показывает, что все-таки стрит-арт имеет вот свое собственное временное измерение. И, как бы, мы не хотели, вот оно такое, да, и мы должны, как бы, понимать, что оно строится таким образом. В этом смысле, как бы, тактика музея абсолютно правильная, да. Она, может, кому-то нравится, не нравится, но она такова, и мы понимаем, что сейчас будет следующая выставка, и снова все работы будут закрашены. Ну, не все, там территории, где-то останутся, да, которые... Территория, это, видимо, такой архив, как раз-таки, да, куда погружается, да, куда передастается и так далее, так далее. Ну, давай, Территория, ты мне поможешь, я просто с этим сам очень плохо с этой шпаной. Там все выложим, первую папку выкладывай. Я начну вот с этой работы, это работа сирийского художника Тамама Азама. Она вот какое-то время мелькала в интернете, наверное, уже с полгода, причем мелькала анонимно. И никак не была подписана, причем работа такая красивая достаточно. Почему, в частности, красивая? Потому что мы видим, что здесь не просто, как бы, некое граффити, аж художник явно мыслит мощно-пластически. То есть вся вот эта специфика конкретной живописи Климта, а это знаменичащая работа Климта «Поцелуй». И вот эти вот прощелины, которые такие, да, которые есть в этой работе, она состоит из таких коллажных кусков, и она еще и покрыта сусальным золотом, да, они очень точно совместились вот с этой фактурой этого разрушенного здания. Почему эта работа, почему она была анонимной? Потому что, вот я там провел специальное исследование, я обнаружил, что это, в общем-то, не граффити-художник вовсе, а просто художник, к тому же я работаю еще внутри своей такой замкнутой субкультурной ситуации внутри Сирии, поэтому, может быть, не настолько известен, но он как-то так не… ну, может быть, он как бы подает себя только на арабском языке, поэтому как бы он не проникает в нашем мире, мы его не видим. Но мне удалось найти публикацию на итальянском языке, там ее перевести, из чего выяснилось, что, в общем-то, конечно, это работа виртуальная. Да, то есть это художник, который пишет о том, что, к сожалению, я имел работу в своем городе, я хотел заниматься живописью, я выставлялся в галереях, но вот у нас пришла война, и сейчас я вынужден был уехать из страны, я дико горюю, что с ней происходит, я вижу все эти разрушения чудовищные, которые происходят с ее культурным достоянием и мировым культурным достоянием, теми памятниками, которые находятся на территории Сирии. И я придумал такой проект, который называется, он у него, «Сирийский музей», и взял его в работу, собственно, наиболее известных европейских мастеров, Леонора да Винчи, Матисса, Гои, Пикассо, и совместил их вот с таким разрушенным пейзажем в Сирии. Ну и вроде бы такой, опять-таки, спор о том, который, кстати, такой достаточно мощный, спор между людьми, которые работают на улице и теми людьми, которые уже появляются, которые на улице не работают, художниками, которые обращаются к стрит-арту. И этот спор, который замыкается в этой ситуации, которая называется «экстрим», то есть если ты не поработал на улице, значит, ты не настоящий художник. Да, и вот этот спор, который продолжает, как бы, оставаться. Но, я бы, может быть, опять-таки, мы сегодня читаем все сообщения через большое количество разных рамок. Давай следующую картинку. Потому что, вот, собственно, оригинальная работа Клинта, она сделана в 1908 году. Я, на самом деле, не очень люблю вот этот венский стиль, он для меня слишком сладкий, я даже, будучи в Вене, не пошел в этот музей, нашел какие-то другие музеи для себя. Но, между тем, как историк и куст, я не могу говорить ни о чем плохо. То есть это все имеет свое место. Так вот, эта работа тесно связана с и личной интереснейшей историей, и с историей войны, как это ни странно. Если мы об этом знаем, мы получаем дополнительные смыслы. Как это связано с личной историей? Вопрос, кто изображен на этом рисунке, на этой картине? Ну, предположительно, мужчина и женщина. Автор изобразил себя. Кто женщина? Давай следующую картинку. Эта работа настолько еще вписана в поп-культуру, я еще говорю о том, что мы работаем внутри, что даже если ты не знаешь историю искусства, она все равно тебя пропитала, потому что она распространена на множество разных сувенирных предметов и там в виде фотообоев и так далее, где ее только нет. Давай следующая картинка. Следующая. И, собственно, вот сам Клим, да, со своей возлюбленной. Какой-то из них. Парень был бойкий, возлюбленей было много. Давай следующую картинку. На вид не очень будет. Ну, тогда так было модно. Тогда было модно так. Вот, и следующая работа написана в это же время. Работа уже написана на заказ. Опять-то, в той же технике мы видим, да, вот это золотые листочки. В данном случае эта работа называется «Поцелуй», и на ней изображена конкретная женщина, Адель Блохбауэ, жена известного венского банкира, который в какой-то момент обнаружил, что его жена закрутила с этим художником Климтом, и об этом говорит вся Вена, и он находится в чудовищной ситуации, потому что это ортодоксальная семья. И, собственно, сам брак был следствием еще и укропнения бизнеса. То есть две семьи с людьми, они открыли новый банк, и, соответственно, он понимает, что если сейчас он начнет разводиться, что, во-первых, это нельзя, потому что это очень ортодоксальная еврейская семья, так не положено, а, во-вторых, бизнес пострадает. И он придумывает генеральный ход в духе царя Соломона. Он приглашает Климта к себе домой и предлагает ему написать портрет своей жены. Причем он говорит, что этот портрет был достаточно сложный, я хочу увидеть не менее ста эскизов. Это должна быть супероригинальная картина. Рассчитал он как Соломон идеальный. Естественно, в расследствии своего рисования эта женщина так надоела Климту, что, конечно, он от нее убежал с себя, стреляя голову, да? Но, вот это в 1998 год, накануне Первой мировой войны, да? И дальше с этой работой происходят следующие вещи. Наступает преддверие Второй мировой войны, да, следующую картинку. И, вы знаете, происходит аншлюз Австрии. Его Австрия присоединяют к себе фашисты. Ну, вот ничего такого у нас в Крыму было сделано. И, соответственно, происходит то, что называется фашистство делает показательные вещи, то, что делает в Минуте выставку дегенеративное искусство, когда весь модернизм подвергается ревизии, работа уничтожается и так далее, и так далее. Но работа Климта выживает. Почему? Потому что, оказывается, что молодой художник Аозис Шикельгрубер, который поступал в Венскую академию искусств, он даже прошел первый отборочный конкурс, а потом пришел устраиваться к тому же самому Климту на курсы, потому что Климт был преподавателем академии, и он хотел подтянуть свои опыты, а в это время он зарабатывал рисованием таких картинок на улице. И Климт, будучи добрым человеком, сказал ему, да парень, у тебя все хорошо, у тебя вообще ничего не надо учиться, никакие курсы, у тебя все хорошо. И благодаря этому, как бы все оставшись в жизни, он рассказывал, что меня сам Климт похвалил, в общем-то тоже еврея по национальности. Но работы Климту не пострадали, потому что он сохранил вот этот свой пиетик перед этим великим художником, они сохранились, они до сих пор висят в музее, ну, и для завершения, я как-то еще не понял, это работа Адольфа Гитлера. Дальше. Давай скачь к полку. А я думал, это как-то замкнется, вы начали с этого, с уличной... Почему я как бы еще про это рассказывал, потому что есть второй момент по этой работе, там, подержи, правильно, 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 ты в сцену ловил, я взбился немножко. Почему я эту работу показываю? Потому что кроме образа, да, есть еще и ситуация. Ситуация, в которой мы все время оцениваем многие работы через сегодня, да, через громадное количество разных рамок просмотра. Вот ситуация. Ситуация наложения на этот деструктированный пейзаж. Мы знаем, что, да, с одной стороны, часто граффити-артисты, они работают именно в таких пространствах, да, используя вот эти стенки разболтанных зданий, да, и мы знаем множество таких работ, где, собственно, это возможно делать, но при этом часто, часто, опять-таки, там держатся поближе к музею. Для меня любимый пример, у меня была резиденция в Нью-Йорке, я помню, специально поехал в музей MoMA PS1, это, как бы, уже за границами Манхаттена, и там целый громадный квартал, сверху донизу расписаны граффити, причем в самом городе… Уже нет, уже закрасили. Да, сверху. В самом городе как-то было бы не найти, а там я его только нашел, то есть они как-то сжались поближе к музею. Да, то есть, как бы, вот тоже хочется быть поближе к музею. Кстати говоря, закрасили, и я слышал, что это тоже работа художника, что он закрасил сверху. Но, и в то же время, для меня это еще такой очень интересный выход, который очень тесто связан с той проблематикой, которая у нас существует в России, это некая связка разбывания границ между стрит-арт, паблик-арт и, как это не смешно, лэнд-арт. И почему? Потому что, с одной стороны, мы знаем вот это довольно жесткое разделение между уличным искусством, которое всегда партизанское, которое всегда делается по ночам, и более того, в криминальной атмосфере, поскольку есть законы, и можно реально попасться, да, и получить большие неприятности. А с другой стороны, паблик-арт, это искусство договорное, делается во время фестивали, с одобрения, там уже никакой опасности нету, вроде бы, да. Но у нас вот эти вот вещи, я говорил вот с чудесными следователями американским экономиками, которые как-то мы с ним беседовали по этому поводу, он сказал, да я не вижу никакого же различия, граница давно размыта. И дальше, как бы, когда мы стали дискутировать об этом, я понял, что он имеет в виду. А имеет в виду он то, что, собственно, когда разговор идет о высокоорганизованном гражданском обществе, да, общество отчасти доверяется. Да, и, как бы, действительно, многие вещи, которые, с одной стороны, граффити становится лучше, уже интереснее, занимаются не только выражением своего собственного эго в виде распространения теггинга, где попало, да, обозначение самого себя, но и обращение к каким-то социальным проблемам, что, естественно, обществу интересно. Да, и тут есть, как бы, взаимные какие-то пересечения, которые позволяют, как бы, действительно, размыть немножко эту границу, но не говоря уже о том, что работы в публикарте они уже более универсальны, да, они часто выходят в 3D, они работают не только с рисунком на стене, но и с какими-то другими вещами, объектными вещами, ну и так далее, так далее. Но и почему я еще говорю ленд-арт? Потому что это вот уже касается нас, России, потому что у нас вот эта проблематика, связанная между стрит-артом и публикартом, она еще довольно сложная, называется, позиция. По моему глубокому убеждению, стрит-артом у нас уже все отлично, на вполне хорошем мировом уровне, да, по крайней мере, на уровне языка, на уровне интересных художников, все это есть. Мы, как бы, тут не должны никак, как бы, себя там обрезать и говорить, что там, типа, вот мы какие-то там вторичные, что все у нас, все есть самостоятельно, достаточно интересно. Но вот с публикартом сложно, по вполне понятной причине, потому что государство хочет, как бы, довольно ревностно относится к любым попыткам устанавливать какие-то правила игры, кроме тех правил игры, которые они установят само. И, соответственно, особенно, когда разговор идет о каких-то значимых объектах или объектах, претендующих на другую эстетику, они, как бы, не хотят это увидеть. И, соответственно, у нас вот эти вещи, они, ну, все равно они так или иначе нарастают, интерес есть, художники есть, которые мыслят в этом направлении, да, и у нас это выжимается в результате в такие территории, скорее, загородные, да, ну, вот эти знаменитые наши ленд-арт-фестивали, где часто, собственно, работы, которые вполне бы могли быть и паблик-артистскими, они вот реализуются именно в таких сферах. В этом смысле я все время, как бы, говорю, что вот в нашей ситуации, особенно, я там езжу иногда на фестивале в Среднюю Азию, в Алма-Ату, да, вот эта вот связка между ленд-артами и паблик-артами, стрит-артами, она максимально интересна, ну, не говоря о том, что она прослежена еще и в западной культуре, потому что мы помним, скажем, по крайней мере, через рейв-культуру, да, что рейвы захватывали не только индустриальные площадки, но и, как бы, погружались в разного рода сельскую необычную местность, то есть где она тоже маркируется как необычное погружение в необычное пространство, да, то есть это как разговор о том, что граница между урбанистическим и, для которой, вроде бы, и самая благоприятная среда для граффити, и осмысливается по-другому, то есть она немножко тоже размывается, исчезает, и в этом смысле я хочу показать работу двух художников. Первая группа это вот Изи Шот, два художника из Ирака, но при этом, как бы, они такие продвинутые художники, они и на Манхэттене тоже рисуют, можно полистать. Собственно, они из города Тавриза, это довольно большой город, третье по величине город Ирана, полтора миллиона жителей, расположен он рядом с такой большой вулканической грядой, куда, собственно, художники выезжают, основные жители, состав жителей азербайджанцы, курды, персы и, соответственно, очень смешанная категория, где люди говорят на разных языках. И вот, в частности, да, мы видим, что художники работают как в городской среде, так и выезжают в этот самый горный массив, при этом, как бы, мне даже очень это нравится, эта история, да, вот эта сессия, она ведь ночью сделала, при том, что, да, то есть она как бы имитирует вот это вот ночное городское партизанство, там даже у них все это подсвечено фонариком, видно, что сделалось все это как бы среди ночи, при том, что там у них какой-то опасности даже нету, да, ну, кроме того, что подстрелить могут, да, ну, и вот, вот, такие вот неожиданные прочитывания, да, других неурбанистических пространств, как пространств городских, ну, и, соответственно, да, адаптация в разного рода форм, которые вот возникают, возникают в этой сельской местности, которая отброшена, да, превращение их в художественные объекты. Очень интересно, что техники, они используются те же, что как уличные художники, то есть абсолютно посты, там, трафареты какие-то, но вообще целое есть, целое, не знаю, направление, но оно такое не, не, не знаю, нет как бы термина, и нет официально, и, блин, ну, не объявлено, но многие художники ездят по специально заброшенным каким-то пространствам и делают различные работы в такой вот, ну, да, это может быть урбанизированная все еще среда, но она такая не уличная все равно, и я сам занимался этим, там, не знаю, десять или сколько-то лет назад, просто если куча есть, там, например, в районе Москвы и Подмосковья, куча каких-то там катакомб, какие-то заброшенные бомбоубежищ, там, госпиталей, и ты приезжаешь туда, и там просто все зарисовано, все уже, то есть очень много людей, как бы, практикуются, как вот для, и не просто это приезжаешь для того, чтобы практиковаться, как, ну, ты новичок, нет, просто все абсолютно ездят и рисуют, это какой-то такой определенный фетиш, что ли? Ну, это, собственно, вот, наверное, к вопросу, сейчас следующий, вот, как мы будем ходить художником, отчасти, как бы, подтвердит твою мысль, да, потому что там просто намеренный проект с выездом в сельскую местность, чтобы ее поддержать, да, ее умирание отчасти, да, потому что дело происходит уже в Европе, но, ну, давай, давайте еще по папочкам заберемся, это, собственно, художник Долг из Норвегии, он достаточно молодой, 79-го года рождения, и начал делать вот эти стенсоры в 2003 году, сначала дома, а он родом из города Бергена норвежского, потом работал в Копенгагене, Лондоне, Барселоне, Лос, ну, то есть ездил по Фессиале Сабоне, Стокгольме, Праге, Мельбурне, то есть ездил по всему миру, хороший, как бы, такой, стенсовый граффитист, ну, вот, в 2008 году он вместе с другим довольно известным норвежским художником, Побеллом, они создали проект, который называется «Гетто Спидакелис», это по-норвежски, я так примерно для себя перевел, как «Гетто для прогоженных», это Лафонтенские острова, то есть это отдельные территории Норвегии, отдельные заброшенные, ну, как бы, такие северные острова, где, собственно, вот по причинам урбанизации жизнь как бы исчезла, они туда специально ездили, съездили, да, ее где-то около 20 зданий были покрыты граффити на заброшенных домах, чтобы подчеркнуть вот их такое, как бы, все-таки продолжение этой жизни, чтобы позвать к этой жизни, да, но при этом, как бы, видим вот эту ситуацию, опять-таки, такого ленд-арта, который, на самом деле, очень честно связан в классике, да, с минимализмом, то есть как раз вот этим отслеживанием того, как человек повлиял и изменил природу, как он сделал ее другой. Не проверял ли, есть ли другие работы в урбанизированной среде вот у этих художников, просто не знаком с ним? Есть. Ну, я же понял, что он по всем фестивалям ездил. А, ну, просто здесь не представлены никакие... Нет, я просто специально обрестал, чтобы не загружать. Хорошо. Есть, конечно, да, нет, он ездил по всем городам. Это было дополнение. Это дополнение, но это был еще такой отдельный специальный даже проект, который был даже так вот маркирован с выездом, вот на этот, как бы, глухой заброшенный остров, где остались какие-то индустриальные постройки, которые, остательно, мы можем... Мы выделяем взглядом, что это не природа, это объекты, созданные человеком, да, и, собственно, это выделение позволяет нам, как бы, наносить на них рисунок, да, и сделать, подчеркнуть еще их... А, может, еще? Ну, Коля, у нас же диалог, я пытаюсь этот диалог, что-то получилось. Ну, да, ну, здесь, как... Ну, не знаю, как выразиться, но просто, да, здесь это воспринимается, как лендарт, действительно, но, вот, мне, например, нравится, наверное, ты знаешь, по такой примеру, вот, Вова Чернышов и Артем Филатов из Нижнего Ноголя, которые устраивают такие поездки заброшенной деревни, и там они рисуют, наверное, так как деревянные архитектуры на заброшенных таких домах. И у них уже это как-то, ну, такой проект более системный получается, и такой более глубокий, что ли, по смыслу, потому что он еще представляет некую такую, может, антропологическую, что ли, какое-то антропологическое такое исследование, или исследование, то есть они стараются общаться с людьми в этих деревнях, там, узнавать какую-то информацию, привозят много различных артефактов оттуда, потом как-то это пытаются показывать галереи, сопоставить с природными объектами, с продуктами жизнедеятельности, которые там находят. Ну, в общем, это интересный момент у вас, который вот возник сейчас. Ну, собственно, то, что ты говоришь, опять-таки, да, это вот к тому, что я говорил в начале, да, это вот про истирание границы между стрит-артами и паблик-артами, потому что художники начинают заниматься уже не только самовыражением, да, а каким-то интересом, да, какое-то отражение мира, интересом социальной проблематики, да, и они как-то, ну, такой не прямой, не плакатный, да, а скорее через, через как бы какое-то вступление, какой-то диалог с конкретным местом, с конкретными людьми и так далее, и так далее. Да, да, и, значит, следующий блок, следующий блок, собственно, у меня посвящен уже прямым, да, может, пускай не листоваться, да, полистайка, прямым, прямым взаимодействием художников и искусством, потому что, вот, по моему наблюдению, какое-то время, пока стрит-арт занимался самой, стрит-артисты делали вид, что ничего, то, что происходит в современном искусстве, их, в общем, ни разу не касается, это совершенно отдельная сфера. И не только в искусстве, в общем-то, и в жизни. И в жизни, да, это отдельная сфера, где можно вот такой, есть свой кайф, есть свой экстрим, и которым можно заниматься, да, но сегодня мы видим, опять-таки, да, что, во-первых, ну, наросли какие-то уже повторы, что уже так нельзя, во-вторых, во-первых, наросла целая история, наросла целая история граффити, и это значит, что граффити дожила до периода модернизма, то есть она может апеллировать к своему собственному языку, да, и, соответственно, делать какие-то рефлексии по поводу этого языка. Ну, и, но это произошло одновременно с той позицией, что, осознав это, граффити еще ощутилась еще и в такой ситуации, когда она уже находится и рефлексируется не только по поводу себя самой, но и по поводу всей истории искусства, потому что она уже оказалась, она уже в нее попала, да, и, соответственно, сегодня уже многие там искусствоведы обращают внимание на то, что происходит в этой сфере и с большим интересом рассматривают, отмечают эти работы, и, собственно, вот эта вот подборка работ отчасти для меня бьется таким публичным пояснением, а почему, собственно, это вызывает такой интерес. Ну, вот работа Стаса Доброго, они у меня выставлены, так, от более ранних к более поздним, где видно, собственно, развитие художника, где какая-то реакция есть изначально, да, на какие-то события, опять-таки, да, которые уже существовали на стене в каких-то средах, да, где он делал какие-то дополнения. Но потом идет, собственно, отработка постепенная, да, вот минимализация средств и, в конечном итоге, выход к той проблематике, которая достаточно плотно была прослежена в истории модернистского искусства. Ну, собственно, вот его движение, оно, как бы, для меня разделяется на две линии. С одной стороны, это работа с этой бесконечной линией, которая образует форму, причем такой узнаваемый всегда некий экипаж, а с другой стороны, это вторая линия, которая смыкается с первой, да, это работа со словом, да, с надписью и с таким, как бы, модернистской такой своеобразной поэзией, где слова вступают, как бы, в какие-то конструкции, да, и образуют новые смыслы. Но, и дальше вот эта вот, как бы, эта идея, он очищает и очищает, да, вот эти все, как бы, некоторые сложные дополнительные слоения, мы видим, что все уже, как бы, сводится к очень простой, как бы, линии, которая буквально вот за три секунды, там, одним движением нарисована. То есть это то самое, с чем в свое время сталкивались художники-модернисты, которые я вот покажу с Леви. А с чем они, собственно, сталкивались, с той момента, когда они стали осмыслять искусство как изобразительный элемент, встал, собственно, такой вопрос, а почему, собственно, мы имеем белую стену, мы имеем только один простой инструментарий, линию, и что-то сделав, какое-то движение этой линии, человек начинает в этом что-то распознавать, какой-то реальный предмет. Да, то есть это способ нашего абстрагирования, на самом деле, способ нашего взаимоотношения с визуальным, да. И вот именно эта идея, вот такой минимализации средств, она ужасно заинтересовала художников-модернистов, которые, естественно, в этом оставили свой свет. Ну, хватит, Стас Алистан, давай там перейдем, перейдем ни много ни мало, как по Будуикассу. А Матист? Матист и Матист. А, да-да, начнем с Матиста. Хорошо. Вот, видите, мы видим, да, что... Ну, тогда сделай поменьше. Я думаю, действительно, рассматривать тяжело, рассматривать тяжело. Мы видим, как Матист делает буквально короткое движение руки, да, и... получается уже некий образ. Для меня, на самом деле, это еще связано с очень своим таким личным, большим впечатлением. В свое время, где-то, ну, перед Перестройкой, по-моему, да, знаменитая Лидия Лектерская такая муза, последняя муза Матиста, да, она подарила Эрмитажу большую коллекцию его графики. Целую папку. Ну, и поскольку это ценный, уважаемый художник, вот именно такой графики, да, то есть, где вот просто рисуночные такие, очень простые, как бы, виньетки, но они вообще, то есть, как бумаги. И там было, в частности, около 20 работ, где просто была какая-то виньетка, нарисована вот так, свободной рукой. Но, поскольку это уважаемый художник, и была сделана целая выставка, то каждая эта виньетка была помещена в рамку, помещена на стену. Смотрелось это довольно смешно, да, вот, но при этом мы понимаем, мы понимаем, как, собственно, это работает. И, собственно, как из вот этой простой формы, да, рождается образ. То есть, это, на самом деле, наша способность абстрагироваться, да, и принимать, воспринимать изображения, да, часто анимировать какие-то изображения, мы часто там наблюдаем каких-то предметов, мы говорим, о, вот это похоже на это, да. То есть, мы, как бы, совмещаем некие точки, обобщаем, да, и начинаем с этим работать. Ну, вот, там, в частности, велькают фотографии, тоже, кстати, очень важные, да, как велькают фотографии, как, собственно, выйди, да, и вот там, где фотки. Вот, да, нет, дальше, вот это, да, как Матисса это сделал, даже вот следующая фотка интереснее. Да, мы видим, что, собственно, поскольку он уже был достаточно в возрасте пожилой, а для... того, чтобы смотреть на объемность, на работу в пространстве, ему нужно было отойти от стенки, вза вперед ему не хотелось бегать, да, и он использовал вот такой странный, странный грифинг, да, причем, да, я так понимаю, что им довольно непросто рисовать, да, еще сложнее, да, чем чем-нибудь другим. Да, то есть он вот таким образом, да, как бы не подходя к стенке, он уже создавал вот эту вот линию, да, то есть надо еще удержать, держать настолько твердую руку, держать, да, чтобы вот эту вот линию провести и создать образ. Ну и для меня, на самом деле, вот эта вот штуковина связана, когда я ее увидел, она связана для меня еще с другим, с таким значимым художником современным искусством, там следующая, по-моему, фотка как раз последняя есть. Это знаменитый американский художник Мэтью Барнин, и, ну, все его знают, собственно, по его видеоработам, цикл «Кремастер», но это его ранняя работа, с которой он начинал в Нью-Йоркской галерее, называется «Андроуэндрэйстрейн», это, ну, можно перевести, как такое принудительное рисование. Собственно, она состояла из перфуманса, собственно, первой его работы, которая была сделана в Нью-Йоркской галерее. Из чего, где эта работа, которая в свое время меня, там, в 2001, по-моему, году, когда я впервые увидел его работы с рубежом, меня она поразила, потому что это художник, который вдруг неожиданно соединил искусство и спорт, то есть прямое физическое усилие, да? Что тут было сделано? В галерее у него была поставлена доска под углом 45 градусов, над доской достаточно высоко, была закреплена достаточно небольшой лист бумаги, и, держа в руке вот эту палку с грифелем на кольце, на конце, взбегая по этой доске, удерживаясь на ней несколько секунд, он пытался нарисовать рисунок. Да, как это для меня, это вот такой, опять-таки, образ вот этого спора про экстрим, да, и отсутствие экстрима, да, которое сегодня происходит на улицах, отчасти. Давай, Дмитрий, кстати, это 1988, да, вот это, я смотрю, работает. Не, ну, спорт экстрим все-таки первое, это графинчики придумали. Ну, я не говорю. Потому что, не, ну да, просто это тоже определенный спорт, там, по вагонам, между вагонами. Ну, да, нет, безусловно, там уже такое совсем экстремальное, да, связанное даже с жизнью и смертью. Да, ну вот, да, Пикассо, соответственно, да, мы тоже видим, у него даже отдельная совершенно вот эта линия, когда у него еще была задача, в отличие от Матисса, как раз-таки достичь такой ситуации, когда сделать рисунок, не отрывая грифель или кисть от бумаги, то есть вот одним движением. Тоже граффити, вот этот, который я показывал, ролик Петрова, который же не отрывает. Ну, да, нет, ну, в принципе, даже работа с баллончиком, понятно, что она тоже, да? Даже, в принципе, у того же Стаса Доброго, у которого, который видно, что у него есть опыт работы в мультипликации, у него там есть чудесная, у него в данной странице есть чудесная мультипликация, которая, собственно, этому посвящена. Мультипликации идет человек, граффичник, он рисует по стене непрерывную линию. И в конечном итоге, и все время кажется, да, вот это вот удовольствие, да, и вдруг приходит финал мира, конец мира, потому что кончается краска, баллончик кончается, что не должно было произойти, да, и дальше уже художник идет, идет, вкуснеет, вкуснеет, и в конечном итоге распосыпается на пикселях, потому что жить так, в таком мире он не может, где он не рисует. Вот, ну, собственно, работа Пикассо, тоже, видите, сделана на одной линии, выйдем, а потому что там есть интересная вещь, которая связана с репрезентацией, которую сделал, ну, вот, Пикассо же, он еще работал вот в этой ситуации, в которой наросла вот уже со времен Далии, да, художник местопроизведений, где важен не только объект, но и сам художник, да, и, соответственно, громадное количество существует его фотографий, фотосессий, и вот одна из фотосессий сделана чудесным ненгерским художником, который увлекался, вот, в частности, этой техникой, да, рисование фонариком, которое известно, да, это наглядные выдержки делается, да, и он попросил Пикассо, показал ему Пикассо, и это дико понравилось, он говорит, давайте попробуем, что вы нарисуете свои рисунки, и будет видно, и как вы рисуете, и в то же время этот рисунок будет буквально висеть в воздухе, да, и вот эта стерея с рисованием фонариком, флисток, и вот она напечатана была в журнале Life, где мы видим, собственно, да, сам процесс, да, сам вот этот вот, то есть, который, то, что невозможно увидеть взглядом, вроде бы, да, но то, что так хочется достичь. Еще вот, не знаю, видел-то или нет, замечательно эту серию, бросая граффити. Да, конечно. Да, и, вроде как, считается, что, ну, они общались с Пикассо, вроде как, достаёт информацию или нет, и он во многом как-то вдохновлялся этими вот наивными граффити, которые запечатлевал вот Барассаев 30-е годы в Париже. То есть, так что у него тоже есть какое-то такое расположение, что ли, к этому виду. Ну, да, нет, ну, конечно, да, ну, потому что он вообще универсал, да, то есть он впитывал, впитывал в себя, как бы, громадное количество всего, и мы видим, как он повлиял на громадное количество художников. На самом деле, здесь вот для личности Пикассо важно еще привести такой важный момент отношения к нему самим французам. Потому что это отношение к самим французам через отношение француза к испанцу как таковому. Потому что единственное такое серьезное столкновение, которое французы до сих пор помнят, которое у него произошло с испанцами, это, собственно, наполеоновские войны. А что такое Наполеон, на самом деле, да, Наполеон ведь это был цивилизатор, по сути дела, да, потому что он приходил от имени революции, и он приходил в те режимы, которые, как бы, серьезно устарели, которые были царскими всякими такими, и говорил, Я вам даю, во-первых, кодекс Наполеона, то есть равность всех. На этом кодексе Наполеона сегодня построено в законодательстве многих стран. Равность перед законом, да, долой попов, то есть убираем вот это вот на второй план, да, и как бы свободы, да, и он этим соблазнял. Он этим соблазнял те государства, которые он завоевывал, да, но в Испании они потерпели громадное фиаско, потому что народ вдруг оказался дико религиозным, случилась внутренняя война, да, и просто порезали там этих французов, да, и поэтому, собственно, вот это восприятие французами Пикассо, да, через это тоже было, потому что это дикий человек, которому можно все, и он, конечно же, этим пользовался. Ну, Фернанд Леже, почему я замыкаю как бы им, потому что, конечно, важная фигура, потому что именно через Леже вот эта вот линия работы с простой геометрической формой, нарисованной одним движением, она обретает монументальность, потому что именно Леже очень много работал с муральными, с большими, вынесенными во внешнее пространство. Полистай быстрее. С большими вынесенными в пространство работами, которые покрывали уже стены зданий, да, и уже начинали, ну, вот, собственно, это музей Леже, да, как выглядит его работа на стенах, вполне себе вписывается, да, но при этом, в отличие, тут есть, конечно, большой искусствоведческий спор по поводу вот этого отношения к пространству, и он действительно существует, пространству европейскому, пространству американскому, поскольку работа Леже, в отличие от работы, скажем, американского абстракта, профессионизма, их можно уменьшить до размера открытки, любую работу. Совсем как это? Да, да, да. Один в один. Ну, вот, да, я бы это выбирал. То есть, но работу абстрактных фильмов невозможна, потому что она связана уже с другим постижением пространства, потому что американское пространство, это вытянутая в степи какая-то такая зона, да, и она дает совершенно другие пространственные отношения, которые заставляют мыслить по другому художнику, и поэтому явление большой американской картины, оно и было возможно только в Америке. А, естественно, никто не говорит, что нет традиции больших муралевых заработок в Европе, она была, но европейское городское пространство, оно ведь средневековое, оно вырастает из этой зажатости, да, зажатости. И более того, ведь всегда такой странный вопрос, а почему картина квадратная, при том, что поле нашего зрения это вообще не квадрат, это некая сфера, да, почему она квадратная, да, потому что, с одной стороны, это условное выделение чего-то, на что мы концентрируем наше знание, с другой стороны, это, конечно же, тесно связано с урбанистической культурой, потому что, собственно, вот эти границы между зданиями дают нам вот эти просветы, вырезая узкие пространства, с которыми мы работаем. Кроме того, это еще структура здания, в которую мы вписываем эти работы, которые мы хотим погрузить. Давай дальше следующую марку. Баффин. Да, давай с Кириллом. А, ну да, покажи эту картинку, чудесная картинка, это баффин по баффинам. Да, то есть, с одной стороны, как бы, такое... А откуда это? Там написано, я сейчас не помню. Семи-целедник. Да, ну то есть, как бы, изначально, как бы, какими-то религиозными фанатиками эта реклама была замазана, а потом художник уже сознательно замазан по замазке. А мне кажется, что это фотошоп просто. Ну вот, я не знаю, я ее получил как реальную работу. Похоже на фотошоп. Да? Ну, может быть, хорошо. Хорошо, ну, что-то, опять-таки, это правильный вопрос, кстати, о том, что сегодня... У тебя выбрается от следующего плана. Да, да, следующего плана. Хорошо. Не-не, я только... Да, да. Вот, я выбрал именно работу Кирилла определенного, как бы, направления, потому что, мне кажется, что, начиная вот с таких вот работ, и Игорь частично показывал, здесь что есть важный момент, да? Здесь есть важный момент, не только закрашивание чего-то, а то, что подчеркивание заключения в раун и выделение каких-то пространств и окраска сверху, да, оно создает очень многоярусное произведение, где нечто существует, превращается в совершенно новое произведение, где лежащее внизу не отрицается, оно становится частью нового произведения. Это очень важно, да, то есть это, на самом деле, тот коллажный принцип, и тот, с чего начинается модернизм. Да, то есть вот такое, как бы, отношение к тому, что является первичностью и правдой, что является реальностью, да, потому что мы же... С чего, собственно, начинается вопрос искусства? О том, что есть мир, он существует сам по себе, но только то, что художник пропустил через себя и изобразил, является искусством. А то, что он не изображал, то, что существует само по себе, искусством не является. Ну, собственно, это было до той поры, пока не появился маршруль дюшап, сказал, не, ребята, стоп. Вот то, на что художник показывает пальцем, и то, что он закавычивает в новую рамку, то тоже может быть искусством, хотя он к этому ни разу не прикасался. Вот, и там вот есть, как бы, проглядывают, поскольку Кирилл, конечно, гениальный нутуэтилист, у него проглядывают работы, в которых есть, как бы, очень интересное, как раз-таки, коллажное будущее. Когда он начинает, вообще, уже лепить просто на стенах какие-то куски обоев и тканей, я думаю, что эти работы еще, как бы, были не осознаны, не прочитаны сообществом, вот, на данном уровне, потому что, вот, идея сама по движению, она была очень интересная и мощная. И мне кажется, что, как бы, сообщество их очень правильно не прочитало просто. Просто много, много материала скопливалось в мастерской, девать, никуда, и давать лепиться за тканей, там, все. Ну, это уже физики, я понимаю, это уже кризис. Вот, мы до них дойдем, да, там, покажи, там, несколько, там, будет, которые, мне кажется, ну, вот это вот, да, то есть, это вот, просто, как бы, просто работа современного искусства один в один, да, так немцы, вот, вот, работали, Дрестонская школа, один в один. Или уже выход в 3D, да, где уже все тает. Оптические. Оптические, да. Ну, тут очень много таких интуитивных накодов, и вот здесь, вот, важная вещь, да, когда перекрытие, да, создаёт совершенно новое произведение. Вот оно, там, мы понимаем, что там была теггинговая граффити, просто перекрытие, вроде бы, баффин простой, но не простой, а с проемами, да, он, в основном, создаёт совершенно новое коллажное произведение. Ну, вот, там, сейчас до ткани дойдем, и уже двинемся. Вот, да, как бы, какие вещи. Почему я говорю про ткани, сейчас я просто про это отдельно скажу. Вот уже, о куске обоев, какие-то, да, эти... А, вот, кстати, куски обоев, это Тимофей ради, по-моему, с ним. Да, ну, может быть, я вот, мне попался, это в Юго, по крайней мере, папке лежит, поэтому я его не выбрал. Ну, и давай пойдем теперь к Пикассо, потому что мы начнем вот буквально с очень значимой работы Пикассо, вот с этой, это работа аж с 12-го года, на которой вдруг Пикассо осознал вот эту вот самую проблематику, о которой я вам говорил. С одной стороны, вроде бы кубизм, с которым он тогда начинал работать, надписи там, что такое, собственно, кубизм, да, это желание рассмотреть один и тот же предмет с разных сторон одновременно на хатулском холсте, потому что мы понимаем прекрасно, что, опять-таки, картина – это громадная условность, о которой мы договорились. Потому что за этим красивым пейзажем, за этой чудесной обнаженной женщиной ничего нет, кроме холста, нет нам никакого объема. Мы договорились, что мы обманываем друг друга. Но, когда, и, соответственно, желание кубистов было показано одновременно в движении. Как? Двигаясь, мы наблюдаем объект с разных сторон. Но, работая, изобретая разные техники, в частности, вот он взял какую-то сидушку от стола или что-то было, я не знаю, что это такое. Ну, такая традиционная, такая, из соломки, да, и он почему-то решил частично затянул, с одной стороны, использовал ее как подрамник для овального холста, это было модно, тогда овальные холсты и ронды были модны, но в данном случае он решил сделать вырезки. И вдруг выяснилась совершенно другая проблематика, потому что, как только он сделал эти вырезки, ведь то, что сверху, да, это все то, что переосмыслил художник, то, что он пропустил через себя. То, что снизу, это реальная жизнь. Художник тут ничего не делал. Вопрос, где искусство, как к нему относиться, да? Давай следующую работу. Да, и вот это вот поставило, собственно, вот эти вот вопросы, где художников этого времени все время, почему они все время вставляют, собственно, надписи, вырезки и так далее, и так далее. Не потому, что им так это нравилось, а потому, что они подчеркивают, что вот эта вот разница, да, я привлекаю кусок того, что я не переосмыслил, из реального быта, да, но он является частью искусства тоже. Мы сегодня смотрим по-разному. На самом деле, это сегодня прослеживается на другом уровне, в современной музыке, где с одной стороны два, две ветви, с одной стороны электроакустика, а с другой стороны сэмплинг, да, то есть электроакустика – это изобретение нового, практически звуков, которые не существуют в природе, а сэмплинг – это описание музыки звуком, да, и в данном случае точно так же происходит. Давай дальше. А это вот, собственно, как бы переход уже в трехмерный объект, это как Пикассо у себя там рисует, он раскладывает гитару, да, и мы видим сам предмет, как он раскладывает, пытается ее разложить на плоскости, двухмерной плоскости, изобразить трехмерное, да, и кончается это вот таким объектом следующим, вот, да, где он, собственно, просто его создает. Это гитаря играть невозможно, хотя кто-то был такой опыт, кто-то пытался ее сделать и играть, создать музыку, ну, потому что сейчас уже опять-то постмодернизм идет, что будет, если из этого, да, перепрочитать. Сегодня уже множество таких, опять-таки, да, вот, таких моментов, да, но вот, вот эти все вещи, да, вот, здесь практически почти нет, здесь почти нет, как бы, реальных вещей, да, а все калаш сплошной уже, да, которые привлеченные вещи, ну, кроме, может быть, вот этого рисунка, кусочка рисунка, который Пикассо привлек. Ну, можно там уже переходить к следующему браку, ну, просто, буквально, его просто полистать, тоже, как бы, да, то же самое, по сути дела, тоже вот эти вот бесконечные включения газет, текстов, шрифтов, шрифтов, что неважно, надписей, что немаловажно, да, для нас. Листай побыстрее тогда лучше. Ну, какие-то больших останавливайся, которые похожи, там разные картинки просто, да, вот эта хорошая картинка, она крупная, вот, и, кроме того, вот здесь еще появляется еще следующий момент, момент имитации, да, имитация, потому что здесь не только применено, применено, заимствованно из реальной жизни бытовой предмет, но этот предмет имитирует реальность, то есть это конкретно какая-то, значит, бумага под обои. Видите, вот тройной, как бы, какой-то такая накладка получается. Ну, вот, собственно, выход в трехмерность, которая тоже для них была характерна. Дальше можно быстрее полистать. И вот эти вот точки, тоже, кстати, очень важный момент, да, когда вот это вот желание, это не то, что этот, как бы, импрессионизм, да, а как пунктилизм такой, да, а скорее, чтобы обозначить плоскость, показать, что она вот физически существует, да, хотя на самом деле вот она вот просто так обозначена. Ну, можете дальше перейти, что я чуть-чуть помогу. Кто там, последний? А, свитерс, да, через свитерса, да, тут вообще, как бы, поскольку уже в его время появляется хорошая полиграфия, и уже встает вопрос о том, что образу можно манипулировать, то есть образ работает таким образом, что мы в зависимости от разницы его прочтения можем прочитывать и его подачи, можем прочитывать его по-разному. Ну, собственно, это идея, которая появилась как раз-таки на границе Первой и Второй мировой войны, связана она была с фотографией. Как только появилась вот эта техника фотографии, которая освободила изобразительное искусство от необходимости изображать мир, да, то тут же искусство занялось самым собой, да, но место, которое заняла фотография, можно листать, там появилась такая идея, что, естественно, как только появилась возможность все зафиксировать и перевести в этот удобный формат двухмерных картиночек, можно весь мир сложить в маленькую коробочку, да, которая состоит из двухмерных картиночек, и ее рассматривать дома очень комфортно, очень хорошо. Но случился громадный ужас, потому что началась Первая мировая война, техника уже более-менее улучшилась, да, и фотографы поехали на войну, потому что фотограф должен смотреть на все, на то, что попадает человеческий глаз, на то должен смотреть фотограф. И когда эти фотографии появились в газетах, люди пришли в ужас, потому что, естественно, война всегда происходит на дистанции, и никто не готов смотреть на разъятые трубы. Но ко Второй мировой войне фотография прекрасно уже осознала, как работает образ, как им можно манипулировать, и появилось достаточно количество манипулятивных фотографий, когда одна и та же фотография, но в разном контексте и с разной подписью, работает по-другому. Ну, например, немецкий солдат с ребенком на руках. Подпись «Спаситель детства» или «Захватчик». Да? Разный контекст, разное восприятие. И, соответственно, у Швиттерса отсюда еще выход, так называемый Мерц-Паул, когда в современной, на самом деле, инсталляции, когда он, ну, время бедное, 20-30-е годы, да, тоже как бы люди пользуются минимальными средствами, как прямо мы сейчас, он прямо у себя дома всю свою, значит, площадь превращает из подручных предметов, да, превращает в такую сложную, сложную коллажную же конструкцию, да, которая выглядит как современная инсталляция. Ну, там до конца можно дойти. Она у меня в самом конце, по-моему. Вот она. Да, ну, просто тут фотография такая, может быть, ну, опять-таки, с фотографией было плохо. Это вот как бы, причем даже не ателье, да, это как бы вот дом, где художник жил. Так, дальше. А, у Варвара Степан, покажи, да. Ну, собственно, да, наши художники тоже были не чужды, соответственно, они держали нас по ветру, тоже занимались коллажами, исследовали, как бы, вот эти вот новые европейские товары Варвары Степанова. Ну, и дальше мы помним, да, как это вот развернулось уже в конструктивизме, вот эти вот как бы отдельные фразы, да, которые лихят в воздухе, да, образуют пространство и образуют даже и архитектурный текст часто, да, потому что слово, изображение, символ становится архитектурой. Вы знаете, да, по архитектуре, какое количество зданий было построено в советское время, здание в виде серпа и молота, в виде звезды, там, или еще чего-то, да, которое в плане читается как графика. Это еще, ну, это Олимпиада, это, конечно, уже позднее совсем, 80-е годы, но предполагалось, что в Москве будут все эти кольца выстроены, ну, здание в виде колец, и есть несколько живых домов в виде колеца. Два. Два, да. Надежные челны в 70-х проектировали, пытались проектировать так, чтобы с высоты самолета он выглядел как белый палец. Ну, это такой, да, традиционный, модернистский, да, подход, скорее. Ну, планирование города, вот Бразилия, такой город, вот, на Западе тоже будет. Ну, это же еще, правда, прослежено и в Лендарте, поскольку, ну, у меня есть большая отдельная подборка, это тоже было декомотно, и у нас, и на Западе, и до сих пор сохранилось, как хотите, смешно, если подняться, если сделать аэрофотосъемку, то в некоторых местах густой выросший лес растет в виде формы 50 лет КПСС, например. Да, или там, слава Ленину, и так далее, и так далее. Да, вот эти рощи, которые выращены, которые сегодня превратились в густые леса, которые до сих пор графически опознаются и читаются сверху. А почему Варвара Степана, а не Ротченко, например, почему-то выбрал у меня ее? Ну, я выбрал только потому, что вот здесь, ну, как бы, наиболее близко, да, к тому, что делают Пикассо и так далее. Не Ротченко тоже много. Да, 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 да. Ну, просто здесь вот именно коллажность такая прослеживая, просто видно такая даже ученическая, может быть, немножко, да, просто погружаться во всем нельзя. И последний, значит, у нас блок. Да, да, да. Не, не последний, прям последний. Не, ну, сначала Дима покажу. Это проблематика, которая касается уже, достаточно, графики, которая сегодня разворачивалась, которая вот оказалась дико любима ведущими нашими искусствоведами. Я знаю, что и Валя Дьяконов любит, и Аня Толстова как-то все время приветствует этого художника, да, и, как бы, лайкает все-все его работы. А это вот какие-то ранние, как бы, с чего все начиналось. Но разговор-то идет, собственно, в очень простых, лаконичных, геометрических работах. Собственно, опять-таки, почему вдруг они вызывают такое внимание? Ну, потому что, опять-таки, это то, к чему я рассказывал, да, они абсолютно считываются через историю модернизма, через историю минимализма, и работы, в частности, Соло Левитта, которую я чуть позже покажу. Но они также понятны и достаточно широкому зрителю. Почему? Потому что они связаны вот с этим понятием урбанистического, в котором мы существуем. А, собственно, именно с тем, что мы живем в пространстве геометрии бесконечной, потому что наши дома геометрические, кирпичи, из которого слажены здания, геометрические, да, и так далее, и так далее, и мы наблюдаем, собственно, вот этот город и его стены как некую макроструктуру, которая на самом деле состоит из неких молекул, которые все равно, даже если они, мы сейчас уже работаем, ну, граффитисты работают, да, в каких-то деструктированных пространствах, да, где кирпичи там разложены. Но, между тем, можно сказать, что это разрушенная структура, а можно сказать, что это просто неупорядоченная структура, которая, как бы, да, которая, если посмотреться к ее элементу, она вполне себе упорядочена, просто она нерегулярная. Мы же привыкли выслать в формате регулярных структур, да, говорить, что вот это вот так сделано или так. И вот это вот совмещение, собственно, урбанистического пейзажа, за которым всегда геометрия, да, и очень простого рисунка, который отрабатывает все возможные варианты существования простой геометрии, это один из таких проблем, которыми тесно занималась искусство минимализма, которое, с другой стороны, очень тесно связано с ландартом, поскольку все, как бы, ландартисты, на самом деле, начинали с минимализма. С этого отношения, с этого, собственно, начинается знаменитая работа Спирала Джетти, Роберта Смитсона, с того, что он учился в Нью-Йорке, а ездил к себе в Нью-Джерси. А Нью-Джерси – это такой по Нью-Йоркам громадный индустриальный кластер, старый индустриальный кластер. И он видел, как серьезно деструктирована природа, как она изменена. Вот это к тому вопросу, что мы говорим, что есть природа, есть изображенная человеком, но здесь мы видим, что уже нет природы как таковой, она настолько, сама природа уже преобразована человеком, и мы уже изображаем не саму природу, а то, что так монументально изменено человеком. И вот с этим, собственно, идет работа. А ты видел, что многие из этих минималистичных, геотических работ, они содержат никнейм? Это же все, в общем-то, граффити в таком чистом виде тоже. То есть, это вот, может быть, и нет, но многие из них, в них гряд написано. Просто это как, это, кстати, не его, это его работа. Это ранее. Ранее, да. Ну, вот тут гряд есть. Во многих там считывается, конечно, но вот этих совсем нет, видимо. И тут надо смотреть, конечно, какие из них раненькие и поздние. Возможно, что он просто постепенно переходит от такого, что я совсем не понимаю. На самом деле, это нормальный прием, когда художник очищает язык, он как бы упрощает, потому что, в результате, доведя его до простого, как бы, достаточно жеста, что и позволяет, как бы, да, нам уже говорили, что вот в этой построте и разницы появляется одна простая идея, на которой ровальными мощами интересно работают. Да, они совмещаются геметрическими объектами и работают уже по-своему. Интересно, кстати, к вопросу о бафах. Насколько их закрашивают вообще, ну... Да, насколько их воспринимают, да? Воспринимают. Наверное, не воспринимают. Наверное, я бы как бы не видел. Но они слишком контрастные для... Наверное. Наверное. Такие там... Ну, и кроме этого, конечно же, это связано еще и с непосредственной телесной практикой рисования, да, потому что мы понимаем, что, скорее всего, это нарисовано валиком, да? А, соответственно, нет, не валиком? Поскольчив. Поскольчив, да? Ну, по крайней мере, да, мы понимаем, что, да, это... То есть, опять-таки, есть все равно работа на улицах, это работа, в которой есть свои временные границы, да, потому что есть как бы определенная опасность, надо ее все равно выстраивать очень довольно жестко для того, чтобы, ну, все-таки суметь ее завершить, для того, чтобы тебя не повязали, да, соответственно, надо как-то оптимизировать сам процесс. И тут вот это сведение в эту геометрию, да, позволяет, видимо... Просто, да, хотел сказать, что я лет восемь назад тоже рисовал всякую геометрию, там, треугольники, круги. И, ну, это в отличие от такого традиционного никнеймского рейтинга, оно как-то более безопасно, что ли, потому что, в принципе, то есть это вроде как не граффити, что-то непонятно, что ты делаешь. Я как-то помню, ну, я уже в какой-то момент не убегал, просто там рисовал, там подъезжают, например, полицейские, тогда еще и милиция. Вот, и они спрашивают, что делаешь? Я говорю, ну, вот этот круг рисую. Я говорю, а почему круг, а не квадрат? То есть, вот они, ну, все настолько уже прокачаны в Малевич. Да, у меня круг. Да, я говорю, ну, мне круг нравится больше, чем квадрат. Говорят, слушай, а синий есть? Получить, там, мне подкрасить машину надо. Ну, есть. Я взрываю и ехал. Ну да, вот отлично, видишь, как диалог такой получился. Он создает структуру, модуль описания, который выглядит примерно... Ну, вот один из вариантов, да? И, собственно, вот я видел его работы, где знаменитый музей минималистского искусства под Нью-Йорком, Диа Викон. И, собственно, там его работы размещены на стенах, но при этом они нарисованы прямо на стенах. Это принцип этого художника. Он дает, собственно, вот некую структуру описания, которая является произведением искусства. А потом, после этого, собственно, работники музея или галеристы, которые хотят привлечь его работу, ее уже по этой структуре описания, довольно четкой и математической, воспроизводят на стене. Что это, собственно, было? Это были несколько работ, 3х3 метра примерно. Вся стена в этом месте была покрашена белым и разлинувана на квадратики примерно 2х2 сантиметра простым карандашом, грифелем, тонким. После этого в каждой из этих ключей была проведена полосочка. Так, или так, или так, или так, как указал художник. И, соответственно, каждое из этих издалека смотрелось абсолютно как другое графическое произведение. Потому что вот этот ряд и существование этой графики создавало совершенно другое впечатление. В Стокгольме, в Музее современного искусства, на Павлу, там есть его. Да, да. Но, вот это, кстати, важное отношение, в частности, к началу нашего разговора, да, о существовании, о желании сохранения и работы, несохранения работы. Сам Сул Левит, можно листать. Сам Левит, на самом деле, относится, ну, в деле, такие структуры, да. Сам Сул Левит относится, вроде бы, это такой мировой художник работы, которого стоят действительно очень большие деньги. И все время стоит вопрос, ой, что же делать? Ну, вот привлекли художника, да, а что же дальше-то делать? А он говорит, ничего, нормально, закрашивайте, закрашивайте. Даже сам иногда приходил и закрашивал, да. То есть, как бы, вот, то есть, причем, как бы, ну, вот, волонтеры, да, работают. Мне кажется, это он сам по возрасту, судя. Не-не-не, вот структуры, да, вот структуры такие, как бы, да, были, да, такие сложные, да, как бы, так, наверное, разрисованы. Или вот такие структуры разные. Ну, то есть, у него, как бы, целая такая, как бы, написана, как бы, такая идея, да, где он рассылал вот такие вещи, как предложает на выставку, он дает описание. По его описанию, вот, собственно, да, по его описанию в определенной ячейке должна быть палочка нарисована в эту сторону. Ну, все, как бы, да, вытащите так. Это только на стену, да, чтобы было закрашено потом линию? Да, 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 потому что работы трехмерные, все-таки, ну, они делаются, все-таки. Ну, опять-таки, я не думаю, что он сам делает, да, то есть, это, скорее, опять-таки, как бы, некая. Давай следующий. Последний у нас. А, да, 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 да. Стоп. Ну, давай, теперь будем. А, да, это я просто, как, как пример хотел привести. Это его работа, достаточно поздняя, достаточно поздняя, да, как мы говорим, чтобы, ну, вроде бы, такой вот художник, да, который работает совсем в замкнутом пространстве другому, да, современного искусства, но вот эта вот работа, которая была сделана им в Мексике, по-моему, нет, не в Мексике, где-то в Латинской Америке, где он, вот, со своими идеями подошел к росписи брошенного храма, католического, небольшой, вернее даже, часовни, да, и как бы вот этот свой метод применил к архитектуре здания целого, которое вот таким образом было раскрашено. На какого года это было? Принято. Одиннадцатый лет. Там написано? Тринадцатый. Тринадцатый, да. Тринадцатый, да. Катография. Вот очень такая красивая работа, причем еще, да, вписывается, да, сландартная местность, да, выпадает из него, да, то есть где, собственно, фон, да, становится, да, где вложенная картинка становится и реконстрастирует очень интересно с фоном. Так, еще там что-то такое, а, ну там просто есть еще просто его графические работы, можно их не пропустить, просто, ну там просто видно, как, ну, можно, а, не-не-не, это вот важный, важный такой момент, с чего, собственно, сам уже в свою очередь он начинал, да, есть такая знаменитая педагогическая история, педагогическая история сделана немецким, а мы знаем, что немцы, они самые такие главные педагоги, да, и создатели педагогических систем, да, это человек, который создал систему кубиков для воспитания детей и для обучения их понимания трехмерного пространства, можно полистать, да, из которых в то же время можно из разных конструкций, они унифицированы, из них можно собирать различные геометрические формы, как сложные, так и простые. Как какие-то здания, они нам отчасти известны, которые в то же время превращаются в обобщенную архитектурную форму, которая может реально научить понимание. Вот собственно так состоит простейший набор его, который до сих пор выпускается. Многообразие, развитие формы, отчасти с чем работает и показанная графика. Это сам художник? Да, это сам. Манера-то просто какая-то... Прости меня, он 19 века. А, я думал, мы говорим про тот художник, который... Не-не-не-не, это уже это вопрос. А, ну вот эта работа с Левит по-разному, опять-таки, заштрихованные пространства. Здесь просто они показаны в такой углу в окрупнении, а вот такие работы, они занимают целые стены трехметровые, где опять-таки все это сделано простым карандашом прямо по стенке. Но как мы видим, что вот эта разноправленность рисунка создаёт совершенно другой оптический эффект и по-разному воспринимается. Но опять-таки задача всякого минимальтического художника — это выработать максимальную возможность всех возможных вариантов. Ну, как в природе. Вот есть очень простые элементы — 4-5 молекул, 6 молекул, да, и вот из них можно создать все возможные варианты соединения, варианты соединения форм. Ладно, всё поймём дальше. Там у нас последний остался пункт. А, ну, это тоже, можно работать уже. Пространственные, которые это делают. Ну, в данном случае рисунки, хотя они есть и в виде реальных объектов. Ну, вот здесь мы видим уже такие визуальные иллюзии отчасти, да, когда мы не понимаем, как это... Как читать эту фигуру. Мы можем посмотреть, как он в выгнутый профиль, и как вложенный профиль. Да, опять-таки, это работа со спецификой и ненастатками нашего зрения, которые художники часто используют. Ну, работа Эшера, вы знаете, да, которая тоже, как бы, просто на этом просто сидит. И, на самом деле, и работа Эшера очень часто тоже проявляется в работах, ну, по крайней мере, в муралях. Любят их тоже очень использовать. Последнее, вот, то, что я видел из мураля, это как раз-таки такие довольно интересные вещи, сейчас не помню, какого-то испанского и греческого художника, по крайней мере, в Греции были сделаны, когда просто фронтон здания, а за ним он рисует такой обрыв, как бы, обрушение, а за ним он рисует реальный интерьер, который как бы внутри находится этого здания, да. То есть такая картина обманка, по сути дела. Ну, все, давай дальше, последний папку. И вот последнее, собственно, то, что я... Да, да, нет, нет, стоп. Не, не эту. Так. Так, вот эту. Да, хорошо. Это я выдал. Нормально, нормально. Нет, три года. Нет, мы еще покажем. Нет, первую папку. Первую папку. Нет, ну, блистает работа. Это художник английский, называется он... ДС? ДС, да. А что он, Путин, изображает английский? Ну, в частности, да, ну, вот он так у него такое. Ну, на самом деле, он про себя пишет довольно смешно, я нашел на его сайте, что он пишет, что вообще-то я американец, но у меня были большие проблемы там с законом, я посидел в Тверяге, но теперь переехал в Лондон, жил в Лондоне, и я дико люблю искусство, и теперь вообще никакого криминала, и хочу вот, это самое, но работа, конечно, у него, на самом деле, так, на уровне, все-таки, ну, так сказать, коммерции, с одной стороны, с другой стороны, в них, он хорошо работает со станцией, но с другой стороны, в нем проявляется, иногда в какие-то, значит, вот особенно вот в этой работе, да, проявляются такие предвидения какие-то, очень мощные, да, которые, к сожалению, он не очень развивает, остановимся вот на этой работе, в которых мы видим, где бы вот эту целую серию, наверное, можно было бы и развить, потому что в ней, как раз-таки, очень такой интересный момент, связанный с искусством концептуализма, когда, который отдельный область современного искусства, когда предмет начинает рассматривать сам себя, когда художник выходит за границы жанра, когда он не находится в нем, и начинает рассматривать, на самом деле, то, что обычно всегда вызывает ненависть внутри комьюнити, я думаю, что Ильина себе наверняка это испытывал, потому что, как только ты начинаешь смотреть не внутри, тусоваться со всеми, а смотреть снаружи, делая критические замечания или какие-то жесты, да, это воспринимается как предательство, да, потому что, как бы, люди, как бы, этого просто не терпят, они считают, что ты издеваешься над цветым, и так далее, и так далее, хотя на самом деле, разговор идет о рассматривании языка снаружи, это тоже, как бы, безумно важно, вот, и в данном случае, что, собственно, автор сделал? Ну, видимо, рисовал свои стенсилы на улице, потом поймал просто, ну, просто рабочего, который, вот, занимается традиционным занятием, когда он закрашивает его работу, ну, и сделал фотографию, а потом сделал стенсил на этом же месте, и теперь мы понимаем, собственно, дальше можно уже ничего не делать, да, мы понимаем, что просто, дальше просто он мог приходить и периодически этот стенсил возобновлять, потому что мы понимаем, что в какой-то определенный момент этот же или какой-то другой человек приходит в это место и закрашивает эту работу, обнаруживает там сам себя, да, то есть кружок вообще замыкается. Ну и, собственно, вот это вот такая работа «Хороший переход». Хороший переход, собственно, вот еще довольно таким уже известным вопросом, где граффити обращается к вопросам сама к себе, да, или вот, да, как бы, собственно, имитирует табличку, где написано, что нельзя рисовать граффити, и это как бы будет показано, и тут же, как бы, это же как бы переводится, да, дублируется в формате, как бы, стенсива. При том, что и первая сделана, в общем-то, стенсилом практически, да, ну, это наклейка, хотя, да, ну, может быть, тоже, вполне могла быть и сделана тоже стенсилом, да, то есть нет между ними разницы, давай дальше, собственно, пролистай. Да, или вот, да, обращение к известной работе, да, помните, там, дети рисуют во время французской революции что-то на стене, да, ну, то есть она вот так вот, так вот прослежена. Или вот, ну, вот эти знаменитые надписи, да, посмотри, мама, теперь я, значит, уличный художник, где, опять-таки, да, вот эта вот, как бы, рефлексия по поводу своей роли, и причем она развита, развита в разных форматах, потому что дальше она превращается вдруг неожиданно в такое, посмотри, мама, а вот теперь-то я легальный, да, то есть уже круто, да, со мной все нормально, да, ну, и, естественно, да, есть русские версии, да, там, или вот такая версия, да, или, да, ну, вот, да, это уже как бы отечественная версия. Ну, и вот, собственно, от этой вот рефлексии я хотел бы перейти к работе, ну, да, представим ту папку, с которой ты начал, да, собственно, не, да, 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 собственно, потому что, которая вызвала в свое время достаточно много противоречий, громадных споров внутри комьюнити, потому что на самом деле это вещи, которые выглядят как граффити, на самом деле, которые у художника, это сделано художником, московского художника Владимира Потапова, который у нас присутствовал и участвовал в стрит-арт-музее на выставке, это такой вопрос в сторону экстрима работы на улице, да, и такой дистанции по поводу этого, потому что все эти работы виртуальные. То есть, изначально художник сделал некие фотографии на улице, а потом по-простому, значит, в фотошопе вот это вот взял и нарисовал. Ну, а вот эта вот точность совмещения, как бы, да, вот точность попадания объекта и вопроса, причем нарисовал именно в той традиции, той традиции вот такого рода граффити, да, который возникает часто очень на улице. Я покажу отдельный экземпляр, у меня тоже есть по поводу этого, такого, так называемого народного граффити, да, который, как бы, даже мы можем определить, это скорее, скорее ближе вот к той первословии, да, с которой, собственно, начиналось граффити в России. Мы в свое время вот с искусствоведом Стасом Савинским, преподавателем нашего университета, делали очень хороший проект, который целиком был посвящен вот этой первой граффити, с которой все начиналось, российской, слово «хуй». А там я собрал громадную коллекцию, где есть и изображение, и как это по-разному написано, и мы, собственно, дальше уже задача Стаса была в том, что он... Почему еще нет этой ляции? Да, где он трактовал это, где он трактовал это как... Где он трактовал это как работы, которые могли быть сделаны разными известными европейскими художниками, потому что, естественно, это соединение фактуры, и так, как оно начало, да, оно создавало такое странное противоречие. Ну, на самом деле, на Володе был громадный наезд со стороны уличных, которым говорили, пацан, ну ты что, это вообще не делай, это же нереально, ну ты же не рисуешь на улице, это не тру, это не тру вообще, ну куда? На что он говорил, ребята, а вы фоточки-то постите, постите в сети, постите, а там они чего уже тру, они там тоже фоточки, да? Значит, извините, мы на равных условиях. Ну и вот, собственно, от этого, последняя, буквально, папка, с которой ты там начал, да, это, собственно, вот реальные прототипы, которые мы все постоянно, я тоже их собираю, люблю, да, ручная выборка, ну тоже быстренько полистай, полистай, да, который возникает как бы на улице. Это уже не фотошоп. Нет, это уже не фотошоп. Хотя, на самом деле, музыка сложная. Похоже просто, наверное. Да, сложная. Нет, ну вот это вроде бы говорит, чтобы Греция реально была сделана, причем такой жесткий, жесткий вандализм, да? Ну, кстати говоря, не знаю, вот в Греции и в Италии, хотя нет, в Греции не было ни разу, но вот в Италии там все монументы, они все сделаны. Да, 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 но особенно меня поразил Неаполь, как раз вот такая критисианция Неаполь, критисианция Италии, где просто все эти известные греческие статуи на улице, которые стоят, да, Сверху тонет, а забито тегами, ужасным таким чудовищем, да? При этом у нас есть неформальное правило, что нельзя там тегать. Да, 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 и нельзя по камню, я насколько понимаю, по камню, по камню, по правам нельзя. Потому что понятно, что он, да, он же гигароскопичный, значит, не смоешь это правило. Но это, опять же, это еще такие неформальные правила какого-то такого. Тру. Ну, да, поколение, новое поколение, оно уже многое и не знает. Представь. На уровне здесь был Вася, потому что вот в Персиполисе, на этих воротах входных, там выцарапанная вот идет... Да, безусловно, это тоже у меня отдельно есть, потому что есть, конечно же, граффити Древнего Рима, граффити насарапанные внутри форума, где, собственно, гладиаторы жили, они там, значит, себя отрабатывали. Есть очень интересные, я сам обнаружил, вещи, которые мазифицированы, например, в храме Святой Софии, да, там есть уже под стеклом насарапанные имена викингов, которые туда в какой-то момент приезжали, да, их уже сохраняют, уже как, собственно, артефакты. Ну, и не только, есть в Италии тоже чудесные, там, нацарапанные на стекле, там, в 17 веке, ну, у меня это в отдельный, как, потому что здесь я это не привожу. А вот эти берлинские захватывали, которые, как бы, при поколении, по второй мировой, там же много всего тоже нацарапали, рестап, да. Рестап, да, 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 да. Ну, тоже, да. Я не знаю, может, там музицировали, нет, я просто не заметил, может. По-моему, нет, по-моему, они все-таки, ну, кроме стены, в том и стены, да, известной, да, они, в общем-то, не сделали этого. Вот тоже вот это непонятно, да, это реально, нереально. Кстати, очень похоже даже на мой пульсик, я вот таким пульсиком. Вот видишь? Но это не я. Да, это вот к тому, что, да, сегодня уже, когда ты наблюдаешь картинку в сети, довольно сложно уже сказать. И на самом деле, да, я уважаю экстрим, уважаю, понимаю, что такое работать на улице, но мы, как бы, все равно понимаем, что есть все равно, как бы, диалог, и никто не претендует на то, что там, как бы, ну, не испытывать какого-то экстрима, но, между тем, некое наблюдение, да, которое мы все время, потому что мы наблюдаем постоянно, из-за этого, как бы, стрит-арт становится таким богатым, да, потому что мы наблюдаем его, да, мы оцениваем некие сообщения на улице, да, я вот очень громадное количество, ну, то есть, посмотрите, у меня вот папки есть на моем фейсбуке, да, то, что я называю там для себя дейли граффити, да, это часто с граффити никак не связано. Это некие ситуации, которые я наблюдаю на улице, которые я опознаю как ситуации языковые, которые, на самом деле, вот работают уже как элементы языка города, города как текста, с которыми, естественно, художники так или иначе самодействуют, на которые реагируют. Тут, кстати, вот диалог и виден, что несколько авторов. Да, да, есть некие диалоги, да. Еще много похожих работ делает Максимима, да, вот из Петербурга же, ну, наверное, есть похожие работы такие, немножко критического. Ну, это, да, целая серия, которую я собрал, да, прожив. Ну, вот внизу явный фотошоп, я вижу, а вот те вверх, понятно. А может, это наложили, пусть и взяли из разных источников. Продолжение следует... Хорошая коллекция. Наверное, всю ночь. Даже не знаю, что сказать. Вообще, почаще, я думаю, нужно приглашать столько материала. Есть вопросы у кого-то? У нас диалог не только между подружниками и с нами. Следите за анонсами. Кудрэд – это то же самое, что ультрамарин. Он приименовался. Они, к сожалению, говорят, что сейчас очень мало занимаются этим. Там архив довольно большой. Там же он по-русски есть. Ребята там действительно совершили в то время подвиг, потому что они очень много вещей отследили, перевели, показали. То есть это хороший рисунок. Да, какое-то время они низко уже. Поэтому, опять-таки, можно посмотреть. Когда было присно-памятное мероприятие в Москве, связанное, когда еще пытались через ЛГЗ адаптировать. Просто каждый найдет свое. Понятно, что Илья или я выбирает какую-то свою специфику интереса. Но есть и другая специфика интереса. Есть очень много ЗИНов, которые выпускают сами художники. Это такой очень хороший класс. Потом, если именно выставочные проекты, связанные с плитартом, то Google Couch Institute, они сделали подборку по плитарту. Просто зайдите на этот проект, посмотрите. Там есть довольно интересные. А еще касательно ЗИНов, у вас же какая-то библиотека планируется. Ну вот мы собираем. Почему? Вот скоро откроется библиотека. Да, в музей библиотеки искусства. Можно будет приходить и смотреть. ЗИНы – это сам издат, которые делают сами художники. Кстати говоря, да. И касательно еще… А сам издата? Да, сам издата. У меня последний слайд там остался. В случае, хотел сказать. Да. Я просто закончил работу над книгой. Я до этого издавал три книжки и журналы, которые уже назывались. Они были не про шрифтовое, а граффити про уличное искусство. В 2005-2008 году. И сейчас я просто издаю такое полноценное издание, в котором пытаюсь как-то проанализировать свои колокольни. Все это явление, в том числе и граффити, и мексиканский мурализм, и какие-то политические, социальные граффити. И на данный момент, в общем-то, собираю деньги через планету. И вы можете помочь мне таким образом издать книгу. Она выйдет в июне. Ну и, в общем-то, вы просто можете сделать предзаказ таким образом. Если вы прогуглите «Искусство и город» книга Игоря Бонусов, то вы, в общем-то, можете найти компанию «На планете», поддержать и, в общем-то, заранее, можно сказать, побросовать цене, купить книгу. Можно там также и поддержать других художников, потому что там можно купить работу Кирилла Кто, Жени Озика и Тимофея Ради. Главный пауз. Да. Ну, хорошая инициатива, на самом деле, потому что книжек немного, особенно на русском языке. По поводу его позиции, потому что понятно, что часто его позиция, мне кажется, немножко опережает время, потому что это всегда такое достаточно подробное наблюдение того, что происходит, языковое, и аналитическое даже в каком-то смысле. Потому что я вижу, даже иногда в этом смысле существует проблема. То есть, когда еще там ситуация не дошла, он уже этим занимается. В частности, вот сейчас только начинаем доходить до той ситуации, когда связка с пабликартами и с какими-то социально полезными делами, выигрывает целый проект по этому поводу был, и с организацией велосипедных площадок, и с какими-то улучшениями на районе, которые, если это не делают, то должны это сделать мы. Но при этом я вижу, что иногда, по отголоскам, это нарывается на какую-то критику, потому что я повыкся знаю, что, ну вот, приехал полностью с проектом велосипеда, здесь вообще все дороги разбиты, чего с этим европейским проектом сюда? Ну, вот так, да? То есть, ну, с другой стороны, это вот такое, очень уже, я считаю, что, Игорь, такое достаточно европейское понимание проблем, проблематики, да, к которому мы, собственно, должны стремиться. В тринадцатом уже надо было, да? Спасибо за... Да, просто велосипед. Велосипеды? Да. Да, по-моему, да, в тринадцатом. Что-то я хотел сказать? По поводу ямы. По поводу ямы? И вексы. А яма, а что за яма? Нет-нет, то, что тебе делюсь сейчас. Вексы, да, и это... Но, насчет опережения... Спасибо, я не знаю, может быть, да. Ну, там, в плане опережения, да, есть такой момент еще, вот, партизаник, например, да, которым мы занимались, в принципе, сейчас уже особо не занимаемся, а занимаемся на 2011-2012-2013 году. Он, у нас ведь так как, ну, не воспринимается ни в какой сред, да, ни уличный искусств, ни современный искусств. При этом нас номинируют где-то там в Новой Зеландии на премию паблик-арта. Мы входим в топ какой-то там этих вот, в шорт-лист. Потом нас публикуют в спорнике Public Art Now. То есть, по сути, они, ну, вот, как ты и говорил, что стираются эти границы, то есть, они это считают паблик-артом. Хотя для нас это такая вот прям партизанщина, да, вот, в контексте России. Вот, но это забавно, да, что вот, получается, да, что есть некоторое опережение. Опять же, про те же велосипед, если говорить, то, вообще, у нас изначально был другой проект. И, значит, изначально там была ситуация такая, что я против этих фасадов. Ну, только по той причине, да, что действительно там разбитые дороги. Я когда еще почитал о фестивале удаленно, я просто смотрю, у них там был сайт с интерактивной картой, где можно было различные проблемы зафиксировать. То есть, и там люди в основном жалуются на то, что у них нет горячей воды там. Ну, то есть, какие-то такие абсолютно бытовые вопросы. Я говорю, слушай, ну, давай купим насосы, различные какие-то вещи, ну, это искополезные. Просто придем, ну, нам просто, мы выиграли этот грант, да, какой-то, или как конкурс, ну, предполагая, что мы выиграем, нам дадут там 100 тысяч рублей на реализацию. И, наверное, все 100 тысяч рублей купим полезности и сделаем людям полезные вещи. Вот, мы так и решили сделать сначала. Вот, и даже что-то купили. Но, когда приехали, мы поняли, что, ну, это достаточно, во-первых, ну, сложно, и мы много чего не сделаем. Но мы подумали, что, ну, нам сразу хотелось вообще на велосипед перейти, потому что он идеально комфортный. Просто пояснишь, что такое Выкса. Да, Выкса – это небольшой город, да, в Нижегородской области, я не помню. Мне кажется, 40 или 40 с чем-то, ну, 60, да. Вот такой типичной судьбой всех официальных городов, понимаете, разбитые дороги, чудовищные. Не, ну, при этом там можно велосипеде очень хорошо даже ездить. И мы запустили проект, и он работал, ну, мы его запустили достаточно профессионально, опять же, там за 5 дней, там, я такой, у меня есть там бэкграунд этого программиста, я запрограммировал там движок, где можно было учитывать всю статистику того, сколько люди брали часов и пользовались велосипедом. И мало того, мы там все это хотели организовать в духе, конечно, такого бойса, да, что люди сами регулируют весь этот процесс, то есть это как некая такая социальная скульптура. Вот, вместо того, чтобы сооружать какую-то конкретную скульптуру, мы решили сделать именно социальную, потому что там этого, как нам казалось, не хватало. Действительно так, вот, например, год позднее, там просто одну из скульптур американского художника сожгли жителей, потому что, ну, это как бы показывает о том, что они не воспринимают эту искусство. И это, на самом деле, позже, мы еще приезжали социологом и делали, ну, небольшой такой опрос, и мы смотрели там, на одной из главных скверов просто стоят такие стенды, на которых нарисованы какие-то выдающиеся, например, Land Republic Art в Америке, которые сделаны, и рядом было написано, сколько миллионов долларов на них потрачено. Это выглядело как издевательство над жителями, ну, то есть, непонятно вообще, для кого этот фестиваль должен был. И мы им прежде всего хотели поднять, как бы, ну, вот эту тему, насколько такой фестиваль вообще нужен, и они после этого начали задумываться, например, там, новые уже люди, которые стали организовывать, начали больше людей увлекать, начали какие-то мастер-классы делать и прочее. И они еще раз нас пригласили, ну, уже не как художников, а как, наверное, сакураторов, там, ну, одну из площадок. То есть, ну, это интересный опыт. Тогда, наверное, здесь есть вопросы? Кого-нибудь еще? Тогда, наверное, на этой, в общем-то, положить не еще. 10 апреля здесь же в 3 часа на следующей неделе будет встреча с ученым. Социолога Елена Никифорова расскажет нам о том, что говорит современная социальная наука о границах, ограничениях в контексте культурном. Она профессионально занималась выпускником Хельсинского университета, университета Санкт-Петербурга и очень знакома с контекстом европейским и российским, в плане как раз культурной хранится. Будет очень интересная беседа. Здесь, в следующем воскресенье, в 3 часа. Со следующими, могу сразу сказать, анонсировать следующие векции. 17-го у нас встреча с Александром Тихацким. Мы будем разговаривать о голосовке. 24-го встреча с куратором выступки, которая откроется 14 марта, с британским мантрополдом Рафаэлем Шахтером. Всех ждем. Спасибо большое. Следите за новостями в наших соцсетях. Спасибо.